Я хочу долететь до неба. Моё почтение, друзья! Меня зовут Флотш Рейдер и добро пожаловать в Скраб Механик! Вот я сам по себе гуманитарий, но знаете, так иногда хочется побыть инженером, вот залезть в шкуру какого-нибудь такого маленького гнома, построить какой-нибудь мотоцикл или даже ракету и полететь в небо. Эта игра предоставит нам такую возможность. Скраб Механик так много в двух этих словах. Что ж, не просто словами не передать, давайте приступим. New Game Creative. Так, меня обучают какой-то ерунде. Welcome to Scrap Механик, Creative Мода. Пофиг, плевал я на ваши правила. Вау, живописненько. Я могу прыгать? Здоровско. Давайте выберем место поуютней и построим себе какую-нибудь машину мечты. Как это сделать? Ага. Так, понятно. В общем, это была книга инструкции. Я так полистал слегка и что-то нифига не понял. Но теперь я умею строить всякие блоки. Вот на этой вот высоте мы и построим себе что-нибудь. Ещё немножко. Вот. Вот здесь мы будем строить. Поставим такую платформочку. Поставили платформу, а на ней мы будем строить. Что будем строить? Я хочу построить ракету из кирпича. Такой толщины она будет. Ладно, это будет небольшая ракета. Вот такая. Вот такая вот основа получилась. Но как-то кривовасенько, но мне плевать. Я даже не представляю, как это будет выглядеть. Немножко фар. Обязательно фар. Прокачаем нашу тачку. В общем-то я полагаю, что это будут сани новогодние. Дед Морозовские. Только без... Или даже Санта-Клаусовские. Без оленей. Вот пару ёлок поставим местных. Да фикус. Неважно. Я же инженер. Мне плевать. И я хочу строить. Так. Раз турбина. Два турбина. Неплохо. Это чтобы ехать вперёд. Теперь надо приподнять. Теперь поставим колёса. Я буду перематывать процесс постройки моего великолепного автомобиля. или саней, чтобы можно было посмотреть на сам результат. А не на процесс постройки. Ну вот, примерно вот так это всё выглядит, да. Пока это основано. Не спешите с выводами. Эта хрень ещё и поедет. Я в этом уверен на 100%. Эх, сейчас бы поехать, но я колёса не прикрутил. Поехали! А, блин, надо же ещё мотор подсоединить к турбинам. Как? Что сказано в гайде? Алё! Как это сделать? А-а-а! Всё, понятно. Нужно эту хрень взять в руку. Всё понятно. Давайте это сюда проведём. Отлично! Вот теперь должно поехать! Вроде готово. Чё-то непонятно как-то. А почему... А почему не едем? Что за фигня? Почему я такой чушь построил? Так, давайте разберёмся. Вроде всё на одном уровне. Может быть, турбин добавить? Значит, к одному вот этой штыковине можно подключить только 5 колёс. Понятно. А, у меня вообще всё некрасиво получилось. У меня немножко деформированная машина. Но это не страшно, потому что она будет прекрасно в действии. Что, едем? Чё, не едем? Крясёт как будто едем. О! 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 Она почему-то не поворачивает! Ха-ха! Так, включим турбины. О, блин! Стой, подожди, все поля потопчешь! Подожди меня! Ну, слава богу, кто-то хоть дерево умудрился вырастить. Тебя надо уничтожить! Всё. Короче, пофиг. Это вообще ерунда получилась. Давайте попробуем чуть-чуть новенькое. Всё, на этот раз я разобрался. Давайте построим ракету. Вот ракета, это здорово. Или хотя бы самолёт. Пусть будет ракета из дерева. И много турбин! Много! Ладно, чего уж говорить. Моё воображение меня подводит. Я думал, что я сделаю себе царственный трон с унитазом. Но к нему, к сожалению, нельзя было подключить турбины. Поэтому пришлось поставить нормальный штурвал с сиденьем. Так, садимся. Отлично! Прекрасно! Первые испытательные полеты прошли неплохо. Почему тебя так отклоняют? Одна лишняя турбина, что ли? Или что? Вас вроде ровно стоит. Все по центру. Давайте добавим побольше турбин. Это, чтобы меня не отклоняло. Ага. Значит, готово. Ааа, я их не подключил. Господи боже. А можно как-то все сразу подрубить? Потому что это слишком долго. Все. Готово. Прекрасно. Можно взлетать. Ключ на старт. Господи боже. Не снял с штуковины. Оп. Поехали. Хорошо идет. Очень даже неплохо. Я ожидал другого. Прекрасно. Я даже, может быть, долечу до края карты. Нееет. Надо было провести испытание на манекенах. О, нет. Немножко захламили здешний мир своими штуками, но это не страшно. Кто-нибудь переберется же, да? Во. Ага. Удачное изобретение для тех, кто не хочет ездить в метро, но любит толкаться локтями. А ну, знаете, он еще и работает. Ай, крест с ним. Пусть сеет хаос и разрушение. Беги, сын мой. Ты свободен. Так, в общем-то, знаете, вот что и получилось. За столько времени у меня получился вот такой прекрасный самолета-шагоход. Это еще он до конца не прокачен. Еще в конце надо будет добавить турбины. Можно сесть, наверное, и газануть. Что за уныние? Это уныло. И добавить, конечно же, турбин. А на кой черт здесь нужны турбины, если их не добавлять в каждое свое изобретение. Теперь эта хрена здесь полетит. Добавим дополнительное ускорение с помощью турбин к самим ногам. Да, как же я раньше до этого не додумался. Ну и одну так для, знаете, чтоб летело лучше. Ну что, испытание номер один. Едет. Едет. Почему меня опять перевернуло? Кстати, я забыл сообщить. Мой самолет шагоход и с колесами абсолютно стеклянный. Знаете почему? Когда ты вот летишь в самолете, ты все время хочешь сидеть у иллюминатора, чтобы посмотреть на здешние красоты, посмотреть вниз на землю. А в этом самолете вообще нет никаких проблем. Шагох... Шаго самолете. С колесами. Потому что он весь стеклянный. Ты вообще можешь увидеть все, конечно, если сможешь разглядеть сквозь турбины бесконечно и все такое прочее. Мой прошлый полет был неудачным, поэтому я немножко проапгрейдил мой звездолет, как оказалось. Потому что теперь это больше похоже на огромные звездолеты Старкрафта. Такие, знаете, летали там... Я хочу долететь до неба. Так, а теперь пробуем потрубить все, что у меня есть. Так, 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 так. Воу, воу. Какие-то цифры. Только светошоу устроил. Все к чертям. В общем-то, так как у меня нифига не получалось вот с этой огромной хреновиной, я решил построить идеальную коробку, которая полетит наверх. Вот она. Здесь все четко. Ровно по два ряда на каждую из коробочек. По шесть. Практически по шесть. В центре не хватает просто четырех турбин, так как здесь есть подпорка, на которой я не ставил турбины. А сверху просто штурвал. Вот. Поставим кнопку, осталось только все это дело подрубить. О, боже. Готово. Ну что? Три. Два. Один. Включ на старт. Небо. О. Такое ощущение, как будто я до потолка добрался. Да? Я добрался до потолка так быстро? Вижу землю. Подрубаю. Подрубаю. Буу. Наконец-то все получилось. Есть же. Я дотронулся до неба. Что, друзья, мне пришлось очень много на терпеться, прежде чем дотронуться до неба. Ну что поделать с таком в мире гномов и джинеров? Спасибо, что были со мной. Лайкайте, подписывайтесь. Может быть, даже подпишитесь на паблик ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Рассказывайте друзьям и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok